Всем большой привет! Сегодня нас ждет с вами шоппинг-влог, где я, как обычно, делаю обзор брендов, пытаюсь найти что-то новенькое, интересненькое, изучаю сама и показываю вам. И сегодня первый бренд — это бренд Nice One. Новый для меня бренд, точнее, я о нем-то знала уже давно, но впервые примеряю его на себя. Это наш классный бренд, который делает очень качественную, приятную, базовую одежду. Если вы хотите собрать себе базовый гардероб, вот смело можно обращаться к ним. Супер качество, классные, добротные, натуральные цвета, и сейчас вам покажу, что я отобрала сама, чтобы вам показать. Первое — это костюмчик, как обычно. Конечно же, какой базовый гардероб без классного, хорошего, добротного костюма. Жакет с мужского плеча, но сидит он не так, чтобы сильно оверсайз, как любят обычно делать супермодненькие. И брюки со стрелками на высокой талии, очень мне понравился такой фасон. В моем гардеробе таких нет, а вот как раз на зиму отличный вариант. Объясню почему. Сейчас невозможно ходить практически в кроссовках, 90% людей не могут ходить в кроссовках сейчас, и столько на машине передвигаться, и не мерзнуть на улице. Поэтому сейчас хочется ходить в каких-нибудь грубых ботинках, например, как в мартенсах, как вот на мне. И чтобы носить мартенсы, мне больше всего нравятся более укороченные и зауженные брюки, чем просто полной длины. Тем более, что полной длины они будут волочиться по полу и собирать всю грязь и весь снег. Поэтому это должно быть в моем понимании что-то более короткое и более зауженное, как вот, например, эти брюки. И еще желательно, чтобы они заканчивались вот там, где начинается узкая часть у ботинок. Надеюсь, что я как-то более-менее грамотно объяснила. Костюм выполнен просто идеально по качеству, никаких вообще нареканий к нему у меня абсолютно нет. Я специально выбрала в таком необычном цвете. Казалось бы, вот зимой хочется все черно надеть, но если грамотно все смиксовать, то можно использовать и какой-нибудь цвет. Тем более, этот приглушенный и очень приятный. Такая небольшая капсулка на самом деле у меня собралась. Сейчас я покажу, как я буду, например, носить эти брюки без жакета. Кстати, внизу у меня просто белая футболка, которая просто идеального качества. У бренда нашлись очень хорошие качественные свитерочки. Я вообще очень люблю голубой, как вы знаете, поэтому я и выбрала его для этой капсулы. Классно сочетается с этими брюками. Состав у него просто великолепный. 70% шерсть мериноса и 30% акрила, чтобы свитер не скатывался и выглядел лучше, не мялся. Так что акрил в составе это вообще очень даже неплохо. И у него классная базовая форма. У него есть разрезы сбоку, вязка по горлышку точно такая же, как по низу изделия. И такая же, как на рукавах. Вот я сейчас в нем вам все это рассказываю. И очень тепло. Я думаю, что если наверх надеть куртку, которую я сейчас вам продемонстрирую, то зимой можно не замерзнуть точно. Свитер обалденный. И, кстати, его можно, конечно же, использовать как накидку на, примерно, тот же костюм, который я показывала только что. Я думаю, что об этом приеме вы уже слышали не один раз. И, возможно, потом будет на пальто, когда будет не так холодно, как сейчас. Кстати, этот свитер хорошо будет ложиться и на платье, я думаю, потому что у него вот здесь такой свободный краешек. Куртка на кулиске с капюшоном. Похожая куртка на парку. У меня не очень большой размер. Я думаю, что можно взять ее чуть побольше, если хотите оверсайз. Оверсайз. У нее классная такая мягенькая, брохотистая ткань. Надеюсь, что вам ее можно хоть немножко передать. И я выбрала тоже в таком изумрудном оттенке. Как раз, мне кажется, хорошо подходит к этому образу. Это первая куртка, которую я нашла. Я продемонстрирую вам еще одну попозже. Здесь можно хорошо так затянуться посильнее, чтобы ничего не продувало. Много карманов, по-моему. А, вот этот декоративный. Вот этот карман. Ну и капюшон тоже можно здесь завязать. Мне примеряла в этом году еще чего-то похожего. По наполнению внутри у нее 30% шерсть мериноса, представляете? И 70% это биопух. Еще один классный вариант свитера. С молнией и с высоким горлышком, получается. Можно носить вот так в отлет. И видно как раз футболку белую, которая сочетается классно с белыми джогерами. Либо можно поднять наверх. Надеюсь, что мне удается через камеру передать какие вещи по качеству. Потому что мне очень оно нравится. И я считаю, что в таких базовых вещах очень важно. Первое это состав. Второе это как выполнены изделия. И третье это приятные глазу цвета. И здесь все как бы вот как надо. Поэтому я думаю, что этот свитер проживет долго в гардеробе. И нужно будет каждый год покупать новый, тратить деньги, засорять экологию и все в этом духе. Я, кстати, не ожидала, что мне настолько понравится сочетание это белый с шоколадным. Потому что в целом мне не очень идут такие оттенки. Я себя как-то глуховато чувствую. Не ярко, можно сказать. Но белый, он оттеняет и сбавляет той самой яркости этому образу. Хотя это же, конечно, не блестки, не яркий желтый или там сиреневый цвет. Так и внизу у меня белые джоггеры. Очень плотненькие. Люблю зимой носить джоггера. Сейчас покажу, с какой обувью я буду носить. Я представляю, что этот образ идеально выглядит вот с такими вот барашками, луноходами, тире дутиками. Все в одном. Здесь как раз есть белый цвет на ботинках. Он классно будет сочетаться, мечиться с белой футболкой и белыми джоггерами, несмотря на то, что они бежевые. И я по цвету подобрала еще другой фасон куртки к этому образу. Она идет в цвете мока, но мне кажется, что-то среднее между коричневым как раз-таки мока и между хаки. Поэтому она, мне кажется, хорошо выглядит. Похожа на предыдущую, только эта длиннее, соответственно, у нее чуть-чуть потеплее. Также есть кармашки, ткань точно такая же, такая же бархатистая. Тоже можно затянуть на талии, только уже не на кулиску, а просто завязать на поясок. И также есть молния, высокий ворот, заклепочки. Идеально, что еще сказать. Все продумано. Можно также, наверное, вытащить ремень вообще и ходить просто так. Воротник высокий, чтобы не задувало. Но здесь нет капюшона, как на предыдущей куртке. К этому образу, правда, не хватает шапки, иначе как-то голова выглядит маленькой по сравнению со всем остальным. Но я сейчас переезжаю, свою шапку достать не могу, а у бренда я не заказывала. И последний образ я уже выбрала из новогодней коллекции бренда. Так как он такой довольно сдержанный сам по себе, то и образы из новогодней коллекции, они как бы перекочевали из повседневной жизни в новогодний, в более праздничный. Поэтому я выбрала просто кроп-топ, который можно сделать либо короче, либо длиннее, просто затянув его. И у него такой праздничный елочный зеленый цвет. Как раз для того, чтобы около елочки сидеть. И брюки, казалось бы, довольно простые, но они сделаны из более блестящей такой ткани. Более праздничной, можно сказать. Сколько раз я уже сказала слово праздничной. И просто к этому образу я добавила блестящую сумку. Она спасает абсолютно любой новогодний образ. Добавляешь ее, и сразу праздник на душе. И туфельки. Ну и, конечно, украшения. Добавила блестящие такие сердечки. В общем, мне кажется, получилось очень даже хорошо. И хочу сказать впечатление о бренде, потому что я с ним первый раз знакомилась. Примеряла его на себя. Мне очень понравилось. Классная база. Сдержанная, качественная и красивая. Вы вообще заметили, что прошла уже половина декабря. До Нового года осталось совсем-совсем чуть-чуть. Я очень люблю этот праздник, а раньше в детстве я его просто обожала. Ведь до 11 лет мне под елку Дед Мороз приносил подарки. И каждое утро я бежала очень радостно их искать. А еще самое главное, Дед Мороз оставлял некие следы за собой. Например, задернутая штора, занавеска, которая лежит на диване. Или, возможно, какие-то следы от обуви. Помню очень много разных подарков. Но особенно мне запомнилась кухня. Самая настоящая кухня для Барби. У меня в детстве в шкафу на первой полке внизу, вот так открываешь, и была такая комнатка Барби. Такой домик. Кухня, диванчик и сама кукла. В общем, я это дело обожала. Я еще помню, что в детстве мы с папой кричали на кухне, в вентиляцию, свои желанные подарки для Деда Мороза, чтобы он их услышал и принес мне. А с мамой мы писали целые письма Деда Морозу, настоящие, отправляли в Великий Устюг, а потом мне приходили в почтовый ящик ответы. В общем, для меня это один из самых любимых праздников, и я очень люблю их праздновать в руку семьи. Уже хочется искать какие-то подарки, радовать близких, и вот уже самостоятельно создавать вокруг себя эту сказку. Поэтому начну я прям с сегодняшнего дня, и хочу распаковать вот такую вот красивую вот коробочку, которая у меня в руках. И это не простая коробочка, это Эдвент Календарь, между прочим, второй в моей жизни, хотя я их очень люблю. Его распаковка мне прям дарит ощущение праздника, волшебства какого-то, так что если вы не знаете, что мне подарить, вот, пожалуйста. И не мне тоже, это отличный подарок, на мой взгляд. У меня этот Эдвент Календарь от бренда Art & Fact. Спасибо ему большое за это, мне очень приятно. Так что думаю, что можно приступить к распаковке, мне уже не терпится, потому что я абсолютно не знаю, что внутри лежит. Так, все ярко, красиво, вот, смотрите. Самое крутое, что здесь полноразмерные продукты, то есть вот они прям огромные. Кстати, в конце этой всей распаковки вас тоже ждет сюрприз, так что смотрите. Что же у нас в первой коробке? Это увлажняющая сыворотка для губ с лецитином, пантенолом, гиалуроном, кислотой и алоэ вера. У меня зимой, вот, для губ продукты, это просто must-have, потому что у меня супер сушатся губы, я не знаю уже, я пользуюсь всем подряд, весь день, и они у меня заканчиваются очень быстро, так что это точно станет у меня в косметичке номер два. Красота. Кстати, мне интересно, вы пользовались до этого этим брендом, потому что я знакомлюсь впервые, но видела его уже у очень-очень многих моих подруг и коллег, так что мне очень интересно, но кое-что я уже знаю про этот бренд, например, то, что главный принцип его в том, чтобы использовать исключительно рабочие компоненты в своих формулах. И еще классно, что они не тестируются на животных. Так, это у нас витаминная сыворотка для лица, ищем цифру 3. Это ежедневный увлажняющий крем для кожи вокруг глаз. Четвертый, мне напоминают эти коробочки сырки творожные. Это питательный крем для лица с экстрактом прополиса. Регулярное использование крема поможет сделать кожу более мягкой, напитанной и увлажненной. Номер пять. Всесезонная корректирующая сыворотка пилинг для лица. Наносить на очищенную протонизированную кожу на ночь курсом 2-3 месяца. Так, смотрите-ка, у меня 6. 6. Наверное, что-то из этого 9. Начнем с этого. Осветляющая сыворотка для лица с витамином С. Самая большая упаковка. Очень круто, что здесь только полноразмерные продукты. Это гель для умывания для нормальной кожи с экстрактом солодки. Такие здесь составы прикольные. Солодка, прополис. Номер восемь. Так, это увлажняющий, очищающий тоненький лица с аминокислотами. У меня здесь полный комплект. Можно, получается, подарить такой адвент-календарь и обеспечить человека полноценным уходом за лицом. Номер 9, который был номером 6. Впищающие и увлажняющие пэды для лица с экстрактом прополиса. Я, честно говоря, первый раз слышу о таком, и я не знаю, что это. То есть там какие-то, видимо, салфеточки или ватные диски. Да, я думала, что это крем, и поэтому вообще, в общем, первый раз об этом слышу. Век живи, век учись, как говорится. И последний, заключительный, десятый номер. А это самое приятное. Это увлажняющая огуречная маска. Такой вот классный бокс, и я оставлю вам в описании ссылку на него. Приятный бонус в том, что есть промокод ADVENT1023, который будет давать скидку в целых 20% на Озон до 31 декабря. И еще один приятный бонус в том, что мы с брендом хотим разыграть среди вас такой классный бокс, который я составляла для вас. А самая огуречная маска, про которую я только что говорила, такая же, как теперь есть у меня. Также здесь вот такая вот большая баночка. Это лимфодренажный крем от отеков, и он для тела. Согревающим эффектом. Это сыворотка для лица, которую можно как раз-таки наносить утром и вечером. И чтобы получить этот бокс от Art and Fact, как обычно, условия очень простые. Написать комментарий. Напишите в комментариях о своем приятном воспоминании с детства, которое, естественно, связано с Новым годом. Возможно, какую-то традицию или свой любимый подарок. В общем, покопайтесь в своих воспоминаниях. Я думаю, что вы точно найдете что-то интересное. Я объявлю победителя через неделю, так что не теряйтесь. Я объявлю в комментариях и закреплю победителя. Если победитель не объявится, мне придется искать нового победителя. Потому что эта коробочка должна попасть в чьи-то ручки. Все. Желаю всем удачи. Продолжаем просмотр. Следующий на очереди один из любимых мною наших брендов, который называется Totti. Вы уже видели его в моих предыдущих обзорах. Но сегодня у нас необычный обзор. Я хочу посмотреть, что же у них в новогодней коллекции примерить на себя. И первое платье, которое я примерила на себя, это платье длины миди с разрезом, бархатное. У него такой V-образный вырез, причем очень деликатный. Мне нравится, что у него тоненькие бретельки. И при этом, кстати, это не просто ткань, это резинка. Поэтому она без регулировки сзади. Что, кстати, очень даже удобно. Вообще, я забыла про бархат, как про ткань праздничную. Вот такое, на первый взгляд, простое платье, лаконичное, но при этом очень праздничное и нарядное. Вообще, черный цвет один из моих любимых для какого-либо торжества, выхода куда-нибудь. К нему очень легко добавлять аксессуары, чтобы делать из него все более и более праздничный нарядный образ. Например, сейчас я добавила блестящие сережки. Андрей там грустит на заднем плане. Блестящие сережки, которые я каждый раз достаю перед Новым годом. Идеальное дополнение. При этом у меня супер лаконичная прическа. Как раз таки, мне кажется, она идеальна для подобных праздничных образов. Но я добавила такой один локон. И гривенька. И при этом не нужно, на мой взгляд, здесь сделать какой-то сверхъестественный макияж. Хотя платье позволяет. Сейчас я покажу вам еще один очень простой способ, как сделать это платье еще более нарядным. Прикрепить к нему вот такой бант. Оп. Оп. Сразу, да? Другой вид. Либо можно убрать сережки, потому что они слишком длинные, и надеть его в качестве чокера. Тоже очень красиво. Кстати, ленты я бы даже оставила. Просто идеальный аксессуар. А это точно такое же платье, только в мини-формате. Те, кто не любит миди. И здесь уже нет разрезика никакого. Я решила добавить блестящую сумку. Это единственная блестящая сумка, как и эти блестящие сережки в моем гардеробе. Поэтому сегодня они будут со всеми образами. Так что простите, пожалуйста. Я больше по образ-сайзу. Если предыдущий образ, он более торжественный, то это более тусовочный, на мой взгляд. В этом можно было бы отправиться на вечеринку новогоднюю у кого-то дома. А в первом образе, наоборот, можно было бы отправиться на какой-нибудь бал, либо же в театр. Вот такие у меня примерно ощущения. Ну вот, добавила белый бант. И сразу же сумочка абсолютно сюда не подходит. Хочется ее отсюда убрать. Кстати, такой вариант стилизации как раз-таки предлагает бренд. Я думаю, что он очень-очень симпатичный. Посмотрите, насколько бант классный спасательный круг. Можно добавить его даже к обычному простому платью. Даже если бы оно было не бархатное, а из костюмной ткани, то оно бы сразу стало бы нарядным. Либо добавить его, например, к костюму двойки или тройки. И вы сразу будете королевой вечеринки, мне кажется. Причем у него есть несколько опций. Его можно на булавочку застегивать, а можно вот на такую вот заколку. Следующая опция это атласное малиновое платье. Оно нарядное не только за счет своего яркого цвета и своего нарядного материала, но еще за счет таких рукавов буфов. Классная форма. Как раз к этому платью я хочу поэкспериментировать и добавить такие объемные, массивные каблуки. Не такие изящные, как были в предыдущих образах, и они как раз-таки цвет в цвет к этому платью. И согласитесь, у него абсолютно другое настроение по сравнению с двумя черными бархатными платьями. Предыдущие два такие роковые, а это больше игривые. Следующий лот это платье, похожее на платье комбинацию, но нет. Платье в длине мизи, точно такая же ткань, как у предыдущего платья. Одна коллекция, одна и та же ткань, но разные фасоны. Это платье, конечно, роскошно своими открытыми плечами и открытой спиной. Там такой красивый вырез, это просто что-то. Его нельзя прятать под жакетом, я вас умоляю. Конечно, можно в нем дойти в жакете, там в нем быть на мероприятии, но после этого вы просто обязаны будете снять жакет и показать всем самую красивую часть. Хоть эти два платья выполнены из одной ткани и одного цвета, но к этому я подобрала бы уже другую абсолютно обувь, не такую тяжелую, что-то более легкое, например, босоножки. Ну так мне нравится примерять красивые вещи. Может быть, круглый год будем делать подборки для Нового года, потому что это так красиво и шикарно, чувствуешь себя просто восхитительно. Ладно, на мне сейчас бархатный корсет, очень классно, мне понравилось. И мини-юбка с перьями по краю. В этом году уже бренды успели сделать изделие с этими перьями, и я могу сказать, что мне очень нравится этот тренд, если можно так назвать. Я не против абсолютно, потому что это так игриво, симпатично. В общем, я в восторге. Вот эти, конечно, молодцы. Мне каждую вещь захотелось, которую я примерила. А, кстати, корсет без этого цветочка, он выглядит вот так. И, кстати, можно надеть этот цветок как чокер. Сейчас продемонстрирую. Красота. Надеюсь, вам понравилась от меня примерка новогодних образов. Я больше не планирую вроде как на YouTube делать именно новогодние образы, но я их активно делаю в Инстаграме и еще выкладываю подборки в Телеграм, так что, если вам интересно, вы можете туда зайти и еще насыдиться всем этим настроением. Теперь перемещаемся в магазин. Я нахожусь в гостях у бренда Awesome Tossom. Мне очень нужно утепленное пальто, и я знаю, что здесь есть очень несколько вариантов, поэтому я пришла примерить. И заодно посмотрю здесь новогоднюю осенне-зимнюю коллекцию. Здесь очень классные изделия, очень симпатичные, такие хорошие, качественные. Поэтому сейчас будет примерчиком. Решила сразу примерить пальто, чтобы себя не мучить, не оставлять напоследок. Такой фасон пальто есть и в более легком варианте, и есть в зимнем. Там есть утеплитель на спинке и вот здесь в бокам. И вот этот вот мех, он снимается и получается обычное классическое пальто. У меня есть такая модель, она называется Max, в таком шоколадном цвете, в осеннем. И зимой, конечно же, в ней холодно. Вот этот мех я пока не понимаю, идет он мне или нет, но как опция мне очень нравится. Вдруг я как-нибудь захочу почувствовать себя такой доловой, богатой женщиной, как раз сумочка Селина, я такая с мехом. Все-таки я примерила на себе леопард, не удержалась. Честно говоря, пока не понимаю, идет мне или нет, смогу ли ее осмелиться. В целом мне нравится. Мне нравится носить с джинсами чем-то более таким спокойным, с светлым верхом, чтобы не слишком мне усложнять эту ситуацию. Но шуба очень классная, по форме как пальто. Плечики такие выделенные, там подплечники внутри, так что жесткие, держатся хорошо. Открывается на крючке она. Сколько я поняла, да. И здесь еще волосым тусом есть просто прекрасные, шикарные костюмы. Они вроде бы классика, но всегда со своим каким-нибудь интересным дизайном. И к этому такому персиково-светло-молочно-розовому костюму, классное написание цвета, я добавила такую деталь в виде розы, бархатной. Нет ни одной блестки, нет ни одной пайетки, но выглядит очень празднично, согласитесь. Боже, я в полном восторге от этого пальто. Он такой же самодостаточный, очень красивый, у него выделенная линия талии. Поэтому вот радуйтесь все те, кто не любит оверсайз. Пожалуйста, вот вариант. Безумно красивый, я почему-то решила оставить здесь этот цветок, как будто бы он сюда тоже отлично подходит. Что мне делать, как я теперь выйду без этого пальто? Мне кажется, это та вещь, которой можно гордиться, если она у тебя висит в гардеробе. И вот так без цветка, мне кажется, как будто бы это пальто похоже на платье. И хочется его носить на голое тело, как вот на эти носит тренч. Я уже выгляжу неважно. Я выгляжу уже хуже, чем пальто. Потому что уже вечер, и я уже устала. Но я не жалуюсь, потому что я стою в таком красивом пальто. Это шикарная шуба из новогодней коллекции. Примералась с предыдущими брюками. Я думала, что я не очень от нее буду в восторге. Но примерила и как всегда. Мне надо. Каждая вещь, которую я примеряю, дает мне ощущение какой-то силы. И я чувствую себя какой-то эффектной женщиной. Она немножко с розоватым оттенком, и я знаю, что этих шуб не очень много. Они, можно сказать, штучные. Там есть еще в другом цвете. У осен-тусен вообще ценовая политика немного выше среднего. Но каждое изделие, оно просто восхитительное. И естественные вещи в таком более маленьком количестве продаются. Смотрите, какая интересная деталь. Здесь, чтобы не испортить изделие, специально подкладывают тряпочки под мешок. Это костюм вообще бестселлер, мне кажется, этого бренда. Я его помню еще, наверное, года 4 назад, что ли. Или может поменьше, ладно, вру. И, конечно же, он здесь представлен в всех цветах. И каждый сезон перешивается. Очень необычный жакет. Приталенный веревочкой, такой жгутом. Такие неровно обрезанные края у лацканов. В общем, очень красиво. И очень широкие бритвы. Правда, у меня обуви с собой нет под них, поэтому я в носках стою. Вы мне простите. Надеюсь, что этот костюм мне тоже простит за это. Прийти в осмотусом и, как всегда, восхвалять вещи. Что еще делать, если все красиво? Ну, конечно, я примеряю то, что мне еще более-менее идет. Есть вот такие интересненькие вещества. Не совсем для меня. Но мне тоже красиво. Вот, например, это платье мне совсем не идет. Я пришла в Iron, в бренд Насте Миронова. Я думаю, что, ну, много кто о нем уже слышал. Я была здесь, наверное, год назад. И у меня есть форма спортивная от этого бренда. И я ее очень люблю. Так, выбрала как раз себе, чтобы принять. Я думаю, что можно и вам показать. И вам будет интересно посмотреть, что же здесь продается. И как это сидит на мне. Ура! Нашелся бренд, где можно купить костюм с зип-толстовкой. Потому что это просто какой-то кошмар. Везде только худи. А мне очень нужна была толстовка на молнии. Я сначала примерила такой приятный цвет. Приглушеный фиолетовый серый. Сейчас примерю еще другой. Мне нравится. Здесь брюки. Они занижены талией. И довольно широкие к низу. Я в носочках, прошу прощения. Вот. И немножко не мой рост. Сейчас я узнаю. Может быть, есть чуть покороче. Тут, насколько я знаю, на разный рост. Есть вещи. Так, ну цвет приятный очень. Я, конечно, хотела белый. Но есть еще в шоколадном цвете. Наверное, это более носибельный оттенок. Но мне очень нравится предыдущий. Пока что не понимаю, что я из этого выберу. Но однозначно я возьму. Я в примерочной, которую можно назвать целой комнатой. Посмотрите, у меня даже дверь своя есть. И самое главное, хороший след. Посмотрите. Я не урод. Открытие в том, что здесь появилось очень много лонгсливов. Очень симпатичных, плотненьких, хабашечко приятных к телу. Здесь еще надпись. Я примерила этот лонгслив с шортами. Такие в мужском стиле. Но у них тоже розовая резиночка. Поэтому они идеально спрятаются друг дружкой. И эти шорты, в отличие от ногой спортивной одежды, здесь они из хлопка. Так, ну этот костюм уже по-настоящему отражает концепцию бренда. До этого были цветочки. Карга на очень низкой посадке. Я думаю, что можно ставить ремень и немножко приподнять их наверх. Как раз под мой рост. Корсет-жилет. И я выбрала для примерки в фиолетовом цвете. Он еще есть в хаке и в темно-силе. Также здесь появились свитера. Это для тех, кто думает до сих пор, что здесь продается только спортивная одежда. Вот, оказывается, здесь только всего нового. Это свитер, кстати, с очень теплым составом. Здесь махер и кашемир, по-моему, вообще. Махер и шерсть. Ну и в конце все-таки я не подтверждала и примерила что-то из спортивного. Но взяла не самую классику, которая здесь продается. Потому что я уже много раз вам показывала на себе, когда занималась спортом. Да, и взяла, конечно же, розового цвета, как вам такое. Если подтверждать в таком зале, то что у нее станешь все незамеченной. Я хотела такую кофту себе здесь взять в черном цвете, чтобы в ней просто ходить. Знаете, именно спорт. А с джинсами, брюками. Но черного уже, конечно же, нет. Какой офигенный стул. Просто прекрасный. Так, еще у Насти появился новый бренд, предубеждая ее. Здесь просто какая-то красота. Все уже попробовали, кроме меня. Ну и на этом у меня сегодня все. Такой у нас интересный обзор получился. И базовая одежда, и Новый год. И спортивная одежда, в каком-то смысле слова. И даже верхняя одежда. Буду рада видеть ваши комментарии. Как всегда, я желаю вам прекрасного настроения, прекрасного дня. Всем пока-пока.